Это программа «Здравствуйте» и мы встречаем очередного гостя. О конкурсе живой музыки будем говорить с организатором конкурса Ильясом Гафаровым, директором лейбла «Ями Мьюзик». Доброе утро! Доброе утро всем. Ильяс, как называется конкурс, чему он приурочен и что за соревнование такое? Конкурс, как и фестиваль, которому он приурочен, называется «Минь татарша селяшем», я говорю по-татарски. Это акция, уличная акция и одновременно и фестиваль современной живой татарской музыки. Соответственно, конкурс мы организуем для того, чтобы выявить наиболее талантливых молодых исполнителей, которые хотели бы участвовать в этом фестивале, выбрать среди них трех самых лучших представителей и дать им возможность выступить на большой сцене 26 апреля. Ага, то есть всего трое могут вообще, а количество кандидатов уже сколько? Так, на самом деле конкурс начался буквально неделю назад, открылись заявки. И заявок пока не так много, но по опыту прошлых лет мы можем ожидать основной наплыв где-то к концу конкурса. То есть мы принимаем заявки до 21 марта. Соответственно, большинство заявок приходит к концу, но уже штук 5, наверное, есть заявок. Обычно приходят около 20 заявок, из них 10 мы отбираем для голосования. Но если все 20 окажутся хорошими и интересными, то все 20 будут в голосовании участвовать все. А как можно заявки подавать, в каком виде и что должно содержаться там? То есть это должна быть фонограмма, да. В общем, основной информационный ресурс – это группа ВКонтакте, она так и называется, «Минитотаж Селешем». В этой группе есть подробная инструкция, ссылка на заполнение формы. Форма очень простая, ее можно заполнить буквально за минуту, написать, кто ты, свои контактные данные, прикрепить ссылку на свою композицию и отправить нам. Соответственно, эти же композиции, то есть либо это живое исполнение, либо твой трек, затем будут участвовать в открытом голосовании ВКонтакте. Но это все, это исключительно живая музыка обязательно, по-моему, одно из требований ваших, да? То есть исполнение вживую. В этом году мы ввели два направления. Первое направление – это живая музыка традиционно, то есть ты можешь сесть с гитары или собрать коллектив, записать все это буквально даже на телефон и прислать нам. И отдельную номинацию мы ввели для представителей урбан-музыки, то есть это хип-хоп, R&B и все, что с этим связано. Они могут записать трек и прислать готовый трек через почту или файлообменник тоже в такой же заявке. Да, давайте определимся, жанры. Подожди, 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 мне очень стало интересно, а почему такое особое отношение к хип-хопу и к рэп-культуре, к рэп-направлению? Ну, во-первых, это электронная музыка. Соответственно, электронную музыку можно слушать как в живом исполнении, то есть это диджей плюс эмси, либо можно слушать, в принципе, в записи, они между собой особо не отличаются. И так как мы сами тоже занимаемся продюсированием артистов, мы понимаем, что артистам, некоторым артистам удобнее записаться на студии, то есть начинающим особенно артистам записаться на студии, максимально раскрыть свой потенциал перед микрофоном и затем уже прислать обработанную запись нам, просто для того, чтобы выглядеть и звучать наиболее выгодно. Да, понятно. Ну, самое главное, стили разные, жанры разные, самое главное, татароязычное исполнение только. Да, самое главное условие, естественно, записать трек. Ну, судя по названию, да. Трек на татарском языке. Как им называется, да. Это может быть, кстати, и авторский трек, и известный, и существующий трек любых других авторов. Значит, я так понимаю, это хороший конкурс для тех, кто любит делать каверы, переводить иностранные хиты на другие языки, в данном случае на татарский язык. Да, здесь фантазия участников ничем не ограничена. Вы можете даже перевести западный трек на татарский язык и записать. Интересно. Как будут выбираться победители, кто будет выбирать? Кто будет подводить итоги, скажем так. Традиционно голосование проходит в той же самой группе МИДАТОШ и СЕЛЯШЭМ. Открытое голосование среди пользователей ВКонтакте. То есть это не какое-то определенное жюри, допустим, да, из профессионалов? Первичный отбор проходит, все проходят через оргкомитет конкурса, то есть через нас. Мы отбираем всех, кто участвует в голосовании, и затем уже слушатели... А потом народное голосование, скажем так. Да, затем народ выбирает уже среди тех, кого мы отобрали, самых лучших. Мы, в принципе, мы отсеиваем только тех, кто не подходит по каким-то из критериев конкурса. То есть либо это не на татарском, либо это, соответственно, что-то не так, если что-то критичное не устраивает. Самое главное, что творческое разнообразие абсолютно допустимо и даже рекомендуемо. Ну и давайте еще раз напомним, где мы услышим победителей, где можно будет за ними понаблюдать. 26 апреля, в день рождения поэта Габдала Тукая, будет большой опен-эйр на улице Баумана. Традиционно он начинается ближе к вечеру. Соответственно, все победители конкурса будут... Будет дана возможность выступить на опен-эйре. Плюс мы помогаем им с музыкантами, поэтому не нужно бояться того, что у вас нет сессионных музыкантов. Или своей группы. Если у вас нет группы, мы найдем вам единомышленников, с которыми вы сможете сыграть. Ну все, спасибо большое. Желаем успеха вам на связи. 26 апреля обязательно придем и послушаем. Желаем, чтобы все получилось на 100%. Спасибо. Спасибо.